Всем привет! С вами Владимир и сегодня у нас на распаковке три посылки. Сегодня будем распаковывать три посылки. Давайте начнем с самой маленькой, самый погремучий. Это пришла погремушка. Погремушка пришла моему сыну. Давайте посмотрим, что же там пришло. Вот такая штука. Таких штук мы заказали несколько, они все разные и из них можно собирать. Из них можно собирать, они крепятся вот на такое колечко, подвешивать на кроватку. Есть такая перемычка, должна скоро тоже прийти как мостик и на нее подвешиваются вот эти вот уже игрушечки. Вот такая погремушечка. Там недавно уже не дали мне снять распаковочку. Еще есть такая же маленькая. Игрушки, кстати, приходят хорошего качества, но по крайней мере они не пахнут, никакого привкуса нету, ничего. То есть пробовали их и на вкус, и на цвет, и на запах. И пока ничего плохого сказать не могу. Игрушка мягенькая, все сделано аккуратненько, интересно. Ребенка должно привлечь, она гремит, хрустит вот так вот. В общем, очень-очень интересная игрушка. Ссылочки оставлю все в описании. Игрушки, кстати, в Китае очень недорогие и советую заказывать гремушки в Китае. Это дешево-дешево и сердито, как говорится. Давайте приступим ко второй посылочке. Здесь я предполагаю, что тоже вещи для ребенка. Поскольку заказывала это все моя супруга, они заценены в 2 доллара, весит 2 грамма. 20 грамм весит 20 грамм 2 доллара. Надо как-то аккуратненько вскрыть, потому что если это... Во, уже заклеены скотчем. Какой-то период был у меня, тоже постоянно шли они, постоянно шли посылки заклеенные, потом перестал. Это опять. Это костюмчик. Костюмчик семидесяточка. Костюмчик на ребенка. Как-то мы берем здесь вещи и заказываем из Китая. И я вам скажу, приходит хорошего качества вещи. Как-то первый раз мы брали, были распаковки. Можете ранее посмотреть в плейлистах. Распаковки вещей приходили как-то грязные попадались. Сейчас нет, сейчас все приходит отлично. Вот такой спортивный костюмчик. Солнышко растет очень быстро, так что я думаю, скоро ему костюмчик этот будет в самый раз. Давайте посмотрим на качество. Во-первых, запах. Ничем не пахнет, ничем не пахнет. Пошито на первый взгляд все хорошо. Давайте посмотрим саму курточку. Курточка тоже пошита вроде хорошо. Давайте откроем. Замочек. Замочек хороший. Прошито вроде бы все ровненько. Даже есть лейблики Made in China. С чем стирать, чем не стирать. Стопроцентный хлопок. Шито хорошо, я вам скажу. Отличный костюм. Штанишки тоже есть. Небольшие ниточки, но я думаю, это не критично. Поскольку цена недорогая, я думаю, это не так критично. Хорошие костюмчики. Хорошие костюмчики разных цветов. Нашел отличные магазинчики, которые доставляют очень-очень быстро. Вот эта посылочка шла буквально две недели. Что такое две недели? По сравнению, по китайским меткам это немного. То есть, вот такой вот костюмчик пришел. Ложим его в сторону тоже. И приступаем к последней посылочке на сегодня. Вот такая вот посылочка. Что здесь не знаю. Заказывала тоже, по-моему, супруга. Да, Роза Владимировна. Давайте откроем тоже какая-то вещичка. Тоже какая-то вещичка. Опа. И здесь, как я понимаю, очередной костюмчик. Давайте это отодвинем маленько в сторонку, чтобы не мешалось. И открываем этот костюм. Так. Так. Вот. Вот такая вот маечка. С вот такими классными штанишками. Очень легенькие для лета. Прямо в самый раз. Но, в отличие от того костюма... Ой! Пахнет, пахнет. Очень сильно пахнет Китаем. Очень сильно. Да, вот этого придется, наверное, долго-долго замачивать. Хотя, я думаю, постирается и все отойдет. Даже не знаю, почему так пахнет. Вроде никаких приклеенных, наверное, вот из обув. Ой, жутко пахнет Китаем. Пошито, пошито хорошо. Есть торчат ниточки, но, опять же, не критично. Не сильно. Что нравится, он очень-очень легенький. Он тоненький. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Такая вот бирочка есть. Шестерочка. Про состав. Что-то я ничего не вижу. Состав, состав, состав. Состав не вижу. Давайте посмотрим, здесь может где-нибудь есть. Сто процентный хлопок. Ну, похоже на хлопок, да. Футболка, кстати, не пахнет, а штаны прямо ужасно пахнут. Я думаю, все-таки это вот некачественная краска китайские. Вот эти буковки, вот, наверное, пахнут они. А так очень-очень прикольно выглядит такая пандочка. Вот такая вот футболочка и штанишки. Все это отправляется в стирку. Вы же комментируйте под видео, оставляйте свои комментарии, что вы обо всем об этом думаете. Я, в свою очередь, иду за следующими посылками и буквально через 2-3 дня делаю следующую распаковку и показываю вам, что же у нас происходит дальше. Да, кстати, друзья мои, скоро будет серия видео об магнитах, о фотографиях. Решил я заняться фотографиями и заодно буду делать магнитики. Магнитики на холодильник. Так что буду заниматься художественной фотографией. Если кому-то что-то интересное, кто-то что-то об этом знает, может мне рассказать и сообщить. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был канал Китай Става Ближе. Всем пока. До новых встреч. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok